В Московском государственном институте международных отношений прошла презентация книги азербайджанского историка Эльдара Исмаилова «История большого террора в Азербайджане». Организатором мероприятия выступил азербайджанский клуб МГИМО. Книга ездена московским издательством RASPEN в рамках научно-издательского проекта «История сталинизма». Известный историк, доктор исторических наук, профессор Бакинского государственного университета, ныне покойный Эльдар Исмаилов, автор 10 монографий и более 100 статей о различных периодах новейшей истории Азербайджана и России, представил в этой работе глубокий анализ жизни Азербайджанской ССР во время сталинских репрессий в 1936-1938 годах. По оценке автора, большой террор в Азербайджанской ССР не был направлен против азербайджанцев. Его жертвами становились советские люди, независимо от их национальности или вероисповедания. Вместе с тем репрессии, будучи подданной всенародной трагедией, предопределили утрату доверия к власти со стороны многих населявших страну национальностей. В мероприятии приняли участие представители посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации, Российского Азербайджанского Конгресса, Азербайджанского Молодежного Объединения России, а также видные деятели литературы, науки и культуры, которые рассказали об актуальности и значимости данной книги. Посвящена книга весьма животрепещущей проблеме, проблеме оценки сталинских репрессий, так называемого большого террора, который, конечно, являлся черной страницей в истории нашей общей тогдашней страны. И, к моему мнению, также я разделяю эту позицию, что именно представление, всестороннее представление и анализ, который осуществил Эльдар Малин в рамках этого исследования, они позволяют, с одной стороны, представить масштаб событий, составить представление об их предпосылках и последствиях в истории Азербайджана, но я считаю, что одной из наиболее важных особенностей этой книги и, безусловно, ее достоинств является то, что он рассматривает события большого террора в Азербайджане в контексте общесоветских политических и исторических процессов, которые происходили тогда, не в отрыве, и проводит весьма детальный анализ всех этих конкретных дел, конкретных списков в рамках монографии на русском языке, не в статей каких-то, а именно в рамках монографии. Это впервые вот так комплексно представлены эти списки, и у читателя, конечно, возникает возможность начать ознакомление. Сам факт издания этой книги очень актуально и отрадно, потому что это наша история. Положительная, отрицательная, но это история, и эту историю всегда надо знать, потому что придавать забвению даже такие черные пятна в нашей истории не совсем правильно, потому что любой опыт есть опыт, и этим надо дорожить и воспитываться на этом опыте. Когда вы будете читать эту книгу, постарайтесь вдумчиво подойти к этой проблеме, потому что все-таки надо к этой проблеме подходить с учетом той исторической действительности, в которой эти процессы происходили. Конечно, никто не оправдывает те ужасные случаи, и этому и нет оправдания. Но вот эта историческая действительность, которая существовала в тот период, она все-таки откладывает свой отпечаток на понимание, осознание этих процессов. Книга, которая вышла, она является событием. Событием почему? Потому что редко, когда исследования азербайджанских историков публикуются в России в рамках какой-то программы, в рамках какой-то серии, со стороны серьезных издательств. Действительно, книга очень нужная, действительно, книга очень актуальная. Я уверен, что люди, особенно студенты, молодежь, как только начнут читать, хотя это, еще раз повторяю, очень серьезные исторические исследования, они как популярный роман будет или повесть будет читать это исследование.